Всем привет, с вами Иван Жданов. Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев за продукты. Россия ночью обстреляла Харьков, а в Москве и других регионах России стихийное бедствие. Десятки людей в Крокус-Сити погибли, потому что при его строительстве и оборудовании использовали опасные горючие материалы. Например, горючая отделка стен и деревянное кресло. Это сообщили в правоохранительных органах. Из-за такой отделки огонь в концертном зале быстро распространился и пожарная система просто не смогла его потушить. И я напомню, что большинство людей в Крокус-Сити погибли именно из-за пожара. Этих жертв можно было избежать, если бы дружок Путина, владелец Крокуса Арас Агаларов не экономил бы на строительстве. В Москве вчера весь день бушевал ураган. Ночью порывы достигали 25 метров в секунду. Из-за урагана погибли два человека. Как минимум 17 получили различные травмы. Ветер бил стекла, повредил фасады зданий, а упавшие деревья разбили десятки автомобилей. В Подольске дерево рухнуло на 10-летнюю девочку. Ее отвезли в больницу. Ураган стих только к утру. В Химках еще одно стихийное бедствие. Там талая вода затопила подвалы и парковки в жилых домах. В некоторых отключили электричество. Жители жалуются, что власти никак не справляются с ситуацией. Откачать воду до сих пор не удалось и люди второй день сидят без света. А сейчас гениальное видео из Алтайского края. Это Алексей Дуров, глава сельсовета в селе Солнечное, которая полностью затопила талой водой. Он пожаловался на бездействие районных властей, которые ничего не делают для борьбы со стихией. Поставили две единицы техники, делают видимость, что мы боремся с людей. Здесь воду берет, сюда захачивает. И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем. Абсолютно бессмысленно. Вода идет в люди. И еще одно видео из Алтайского края. Это дорога из Барнаула в Камень-Наби. Талая вода полностью затопила трассу. Несколько фур перевернулось. На видео видно, что водителя спасаются, просто забравшись на перевернутый автомобиль. В Алтайском крае из-за паводка объявили вообще чрезвычайную ситуацию. Однако местный губернатор Виктор Томенко уже доложил Путину, что ситуация стабилизируется, вода уходит. А министр МЧС контролирует ситуацию. И вы сами все видели. Но, как обычно, чиновникам некогда решать проблемы людей. Они придумывают новые способы, как наворовать побольше, что-то украсть, обойти. Вот сейчас разработали схему параллельного импорта для иностранных изобретений. В правительстве создадут целую специальную комиссию, которая будет принудительно лицензировать иностранные изобретения. Полезные модели, промышленные образцы. В общем, чтобы ими смогли свободно пользоваться всякие ростихи. Постановление об этом в правительстве уже разработали. Такое наглое воровство в Минпромторге назвали способом достижения технологического суверенитета России. Сами путинские чиновники и олигархи ничего придумать, создать не в состоянии. И, конечно, они могут только воровать, будь это деньги из бюджета или вот изобретение иностранцев. И теперь безумная новость от Кадырова. Как обычно, он попросил чиновников оплатить долги чеченцев за продукты. Он рассказал на совещании, что оказывается в республике очень много бедных людей, мы-то не знали, которые залезают в долги, чтобы купить самое необходимое – еду. И представляете, он сидел-то, правил и не знал об этом. И получил только смс-ку от своей дочери, которая, как и все его родственники, занимает высокий пост в правительстве. Это она ему сообщила. И чиновники на предложение Кадырова ответили аплодисментами. Они тоже, оказывается, не знали. Оказывается, вообще никто не знал, что в Чечне каждая третья семья живет за чертой бедности. Но теперь-то царь местный, царек, все знает. Ночью ударными беспилотниками был атакован Харьков. Вот как выглядел момент взрыва. Разрушение получили жилые дома в трех районах города. По городу выпустили 20 дронов. После первой волны атаки на места взрывов приехали спасатели. В этот момент атака продолжилась. Трое спасателей погибли. Всего жертвами удара стали четверо человек. Еще 12 получили ранения. Такие неприцельные удары по жилым домам являются, конечно, военным преступлением. И все виновные должны быть наказаны. Не устанем это повторять. Вот Владимир Зеленский несколько дней назад заявил о готовящейся в России мобилизации 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация начнется 1 июня. Пескова попросили прокомментировать это. И он сказал, что это неправда. От Пескова нельзя ждать никаких честных ответов. Мы это знаем. И нужно быть готовым, что мобилизацию могут действительно объявить в любой момент. Пока же добровольцев на фронт пытаются всеми способами купить просто. Регионы назначают единовременные выплаты тем, кто впервые подписывает контракт с Министерством обороны. Больше всех платят в Краснодарском крае. С 1 апреля выплата составит 1 миллион рублей. Это уже третье повышение с начала года. До этого до 700 тысяч рублей выплаты для новобранцев подняли в Ростовской области. В Санкт-Петербурге платят 905 тысяч рублей. И мы должны понимать, что это просто деньги за то, чтобы вас могли убить. Согласитесь ли вы быть убитым за такие деньги? Ну, сомневаюсь. Сегодня 4 апреля и 771 день войны. Это были все главные новости. Как всегда, поставьте лайк ролику и напишите комментарий. И отдельно благодарю наших патронов, благодаря которым мы выпускаем ролики каждый день. Присоединяйтесь к ним по ссылке в описании. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok